...предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчится. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Кстей. Идем. На помощь! Помогите! Кстей. 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 КОНЕЦ Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы, вам надо думать, вознаграждение полагается. Пара крон всегда пригодится? Ох, ваша нато у меня прохудилась. Сперва они львгарцы товары реквизировали, а теперь вот это. Возьмите. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более, тебя рано нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Вперед по двор. Значит, Грифон так близ, как деревья. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Придержи. Что? Сними, это пока не поздно. Это, между прочим, Герр. Тимерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерие, деду, а не Львгард. Да не в жизнь. Чё, подмоки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочкой. А вы чего изволите? Я ищу одну женщину. Тёмные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в чёрное и белое. Ехала из вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, её не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Покажи, что у тебя есть. А денег-то дают за грифоны? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо собьёт, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия чёрных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли. Только не задаром. А живу Леонна тут у вашей? Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучших в мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Спасибо за всё. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я ещё не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал? Чёрные уже поля омеряют. Да и пускай омеряют. Лишь бы хлеб не жгли. Я кое-кого ищу. А мы покои ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлев иди. Скотину у кормушки развлекать. Ха-ха-ха-ха. Ну ты ему подосрал, Мика. Говоря живо. Была тут женщина, одетая в чёрное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди! Ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнёшься. Ещё раз! В игре четыре фустая трата времени. Скорее, Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймёшь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в чёрное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чём это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдёт ей дорогу, ждёт несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где её в последний раз видели? Нет, меня интересуют факты, а не легенды. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Нет, меня ждут другие дела. Жаль. Я бы сыграл с местными, но они и до десяти не сосчитают. Да и правил понять не могут. Ну ничего, возвращайся, если передумаешь. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в чёрное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты её видел? Енифер из Вингерберга? Я не говорил, как её зовут. Но хорошо её описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Родим. К вашим услугам. Бродяга – это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому весёлая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезёт, так же, как мне. И он не нарвётся на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твоё здоровье. Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идёт о любви? Угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона её видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Чёрная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Ну что, выпил? Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Может, ещё кого на помощь позовёте? А то вдруг втроём не справитесь. Чё? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет. Тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. Приятно было дознакомиться. Делай себе прощупки и поймёй мне дать. Бабками рассказали, как кузнецов сынок пропал. Мужики начали на ведьмака плачь. То так уран случился у огонь. Ну, напикинулся, то всё. Каким у чик-чик. Игигору. Продолжение следует... ein ключ-ка плачь.